сегодня вот хотел порыбачить но к сожалению не получится на море шторм и такой шторм у нас почти каждый день за несколько месяцев было буквально пару дней когда море спокойно поэтому решил вам сегодня рассказать что и когда клюет на черном море ролик будет интересный решил вам рассказать как многие в комментариях пишет серёжа что можно поймать в черном море в частности у вас возле одессы берегов одессы и когда какое время что сейчас ловится сейчас зимой у нас ловится только бычок и только в хорошую погоду его можно поймать так как ловля ведется через в норках таких вращали на камнях всяких углублениях ну где ему есть спрятаться от шторма от волны в общем плиток всяких как в камушках автор в шторме он не может этого сделать вы просто не попадете в нору и либо сразу оторвете снасть потому что волной затягивает мог льет как пассивно наберет от схватил есть как льет смотрите тоже здоровенький тоже захватил они почему-то без поплевки берут и все в принципе зимой ничего не ловится потом у нас начинается в марте апреле мая активно бычок начинает клевать но тоже как попадете по погоде вот у нас все тает и потом подходит ставридка селедка нас несет никита давай плыви вперед да 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 она не боится якоря до типа ну все никита ну смотри все уходит о никит смотри готов Потом за Ставридкой уже летом и кефаль есть. И бычев хорошо берет с лодки, с берега похуже, но можно отвезти душу на ультралайт, очень хорошо половить его. Очередная кнут, крупный кнут, вся та же приманочка, где-то 2 дюйма. Клюет очень аккуратно. Ставридку по ночам у нас ловят очень активно, кто умеет ловить на мелкие веса очень отлично ловит. Вот вечером после работы вы приезжаете, часов 8-9 вечера и примерно до 12 вы можете поймать нормально несколько килограмм Ставриида на светящийся силикон мелкий. Потом... Очередная взяла. Дальше... Давай, здесь. Поехали. Помощь? Помощь. Ага. Субтитры делал DimaTorzok Тоже разные пики Есть, но там период запрета В принципе каждый год Она до сентября С августа по сентябрь у нее запрет И потом Начинает у нас активно брать Где-то в конце августа сарган Сарган очень Отлично хлюет на пелькера у нас Я ловлю в основном только пелькерами Какое качало Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но иногда я ловлю на поплавок На живца Ловим мелкую рыбку Феринка называется Иногда на хамсу ловим, если она подходит Тоже неплохо берет На анчоуса тоже берет Но это более нежные рыбки Поэтому лучше на ферину ловить Тоже разрешенными способами Так как некоторые забрасывают все в резинках Я ловлю в основном поплавочную удочку Либо вот на пелькера Многие научились благодаря моим роликам Как ловить на пелькера Либо что-то просто новое для себя взяли Я ловлю уже с того еще времени Когда пелькеров не было Это лет, наверное, 7-10 назад У нас были только японские дорогущие пелькера Я начинал ловлю с зимних блесенок Которые просто покупал и проверял Так и нашел для себя несколько фаворитов Которые по сей день ловлю Там джексоновские блесенки Это ни в коем случае не реклама Это просто сам замечал, сам покупал Поэтому вот так вот Ну и потом осенью самый активный клев В принципе вся рыба И тут просто надо наблюдать Какая рыба когда клюет Бычок активно клюет Вот по осени С лодочки выходите недалеко Метров 200-300 от берега Можно активно много брать По 5-6 килограмм Ну конечно же все по правилам должно быть А на одного рыболова Можно брать только 3 килограмма Камбала попадается очень часто Ее тоже многие ловят Вот это кнутик Вот такой кнутик нормальный Ух, тут что-то хорошее село Аж лодку развернул Смотри Первый дуплетик А кнут короче клюнул На 2 сразу съел Видишь Ну ладно Во время штормов Осенних Хороших таких отжимных Штормов Когда которые ломают Всякие причалы Всякие камни Передвигают Большущие Тогда уже сарган отходит Вместе с мальком Уже перестает клевать Ну еще там буквально Недельку он покрутится После штормов И отходит Ну а зимой у нас Как вы знаете Уже ничего не клюет Кроме бычка Все Надеюсь ролик был Для вас полезен Спустился сейчас Уже почти к морю Решил погулять Ну вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Нахожусь я возле Очень интересного места Когда-то это был Было место Колхоз Шмидт Так как здесь он назывался Это еще до моего рождения Мне сейчас там 27 Нарва Стоит когда-то эти суда Они довольно-таки большие Не знаю Шаланда Кажись называется Эта штука Они такие большие Вот 4 штуки стояло Тут закрасили Тут не видно И тут и тут А тут просто номер Можно прочитать Когда-то имела вид Рыбу И поставляли на базары Одессы Тюльку наверное Ставриду, бычков Кстати Тефалий 4 штуки Почему я это снимаю Очень давно хотел сюда попасть Но было закрыто Сейчас из-за этой стройки Которую выстроили Открыли вон доступ Поэтому Появилась возможность Сюда пройти Конечно Вот это вот классика История Одессы Ну и жалко Их скоро заберут отсюда Все Подписывайтесь на канал Кому интересно Ставьте лайки Пока 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 Продолжение следует...